Взлетно-посадочная полоса Сегодня ни одна масштабная реконструкция аэродромного покрытия не обходится без экспертной оценки и диагностики лабораторно-диагностического комплекса Это передвижная аэродромно-дорожная лаборатория Первый этап диагностики – визуальный анализ и панорамная съемка покрытия Для этого на крыше автомобиля установлена система из трех цифровых видеокамер Еще четыре камеры и четыре лазера на дополнительном внешнем каркасе Мелкие дефекты и отклонения от нормы, которые нельзя увидеть человеческим глазом выявляют высокоточные лазерные датчики с акселерометром, зафиксированные в нижней части внешнего каркаса На скорости до 60 км в час они сканируют поверхность с шагом в 25 см, а норматив в 50 см Значит, результат измерений точнее Инерциальная навигационная система компенсирует колебания кузова во время движения Расчет продольной ровности выполняется в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов по индексу R и методу авиастроительной компании Boeing И осуществляется автоматически Данный передвижной аэродромный комплекс является уникальным в Российской Федерации Имеет наиболее полный набор измерительных систем для проведения работ И не имеет аналогов на территории Российской Федерации На участках строительно-монтажных работ геодезисты проводят измерения при помощи высокоточного оборудования В том числе швейцарского роботизированного тахеометра ТС-30 Угловая точность измерений данного прибора составляет полсекунды Он является одним из лучших в мире по техническим характеристикам В том числе благодаря функции автоматического наведения на отражатель Это сводит к нулю погрешность наблюдателя и полностью исключает человеческий фактор Во время реконструкции или строительства нового объекта такие замеры происходят регулярно Геодезисты способны указать строителям даже миллиметровое отклонение по высоте Что не дает возможности отклониться от проекта Передвижное подразделение оснащено оборудованием для отбора проб материалов При помощи керноотборника специалист получает образец покрытия А затем передает его на анализ в стационарную лабораторию Для анализа нужны образцы стандартного размера Диск с алмазным напылением рассекает бетонный керн за 10 секунд Качество бетона определяется нагрузкой, которую он способен выдержать При помощи испытательного пресса можно увидеть наглядно, что произойдет с материалом Для этого образца разрушительным оказалось воздействие в 30 кН В стационарной лаборатории можно проверить качество не только бетонной смеси, но и песка, щебня и асфальта Материалов, востребованных не только в аэродромном, но и в дорожном и жилищном строительстве Отдельный сектор лабораторного комплекса предназначен для изучения главного компонента асфальтовой смеси битума Приборы для определения температуры размягчения, вязкости, хрупкости и вспышки битума Дают точную оценку пригодности материала для строительства Еще одно направление обследований – телеинспекция и дефектовка систем ВДС Робот повышенной проходимости способен инспектировать трубопроводы диаметром от 75 мм до 2000 мм Благодаря лазерным датчикам, инклинометру и специализированному программному обеспечению Можно определять и продольные уклы элементов ВДС, проводить измерения деформации и ширины трещин Специалисты в ГУП Администрация гражданских аэропортов и аэродромов Не только проводят физико-механические испытания, но и помогают в определении и подборе состава бетонных смесей Осуществляют полный контроль строительно-технических показателей Профессиональные исследования в ГУП Администрация гражданских аэропортов и аэродромов Сегодня востребованы на самых сложных объектах строительства Предприятие является баланс-содержателем имущества аэродромов федерального значения И аэродромов, реконструируемых в рамках федеральных целевых программ А также заказчикам-застройщикам по 44 объектам аэродромной инфраструктуры, входящих в ФЦП По состоянию на август 2013 года предприятие введено в эксплуатацию 62 объекта в 36 аэропортах России Продолжение следует...